Здравствуйте, дорогие зрители! Приготовили мы для вас порцию новостей из разряда с миру по нитке. Тут будут новости неприятные и не особенно. Ну, начнем с приятных. Во-первых, родилась дочь у Жаклин Бракамонтес. Девочку назвали Каролина. Счастливые родители заявили, что она достигнута у нее становится и обязательно родят сына. Также родилась дочь у Эухенио Дербиса и Алессандре Русальдо. Это вторая дочь Эухенио. Теперь он конкретно многодетный отец. У девочки уже есть имя. Ее назвали Айтана. Имя как имя, бывает и хуже. Эухенио большой придумщик на этот счет. У него уже есть дочь Айслин и сын Вадир. Ну, вот вопрос, где такие имена берутся. Петро Морено тоже многодетный отец. У него родился третий сын. Петро вообще в этом году очень везет. Он таки ушел с телевизы и сразу же попал в танцевальную программу на универсион, где занял второе место. А потом там же главную роль в новелле получил. Ну что, с его фактурой давно уже должен был блистать на первых ролях. Однако престарелые гола на телевизе кубинцу ходу не давали. По слухам, к уходу Петро с телевиза приложил руку сам Фернандо Колонго. Он посчитал, что Петро слишком молодой и красивый для того, чтобы Фернандо мог позволить себе появиться на экране рядом с ним. Астрид Каролина Эрера показала новорожденную дочь в публике. Миранда Каролина зовут ребенку. Идиллическая картинка. Приятно посмотреть на счастливую мамашу. Ой, а теперь к менее приятным новостям. Ну что, Серхио Гойри отличился в очередной раз. Во-первых, он грубо повел себя с папарацци, скорчив им прелестную рожицу и показав дружелюбный жест средним пальцам. Но это как бы неудивительно. Серхио отличается крайней любезностью и миролюбием. Не отнять у него этого. Всегда он, так сказать, это делает. Ну, что с него хотеть, если он собственную жену довел до больницы. Что же тут с папарацци церемониться? А вторая новость про него довольно забавная. Оказывается, он не знает, кто такой Кристиан Мейер. Ну, не знает и все. Весь мир, смотрящий на Велос, знает, а Серхио нет. Ну, бывает. Особенно, если ты претендовал на ту же самую роль в Малкириде, которую получил Крис. Ну, правда, на месте Криса мы бы тоже не особенно радовались. Публике он не понравился. Рейтинги очень средние. И всю вину за это сваливают на бедного Мейера. Фокус-группы его не оценили. А фокус-группы создаются на телевизоре для того, чтобы оценивать новеллу, у которых не очень высокий рейтинг. То есть фокус-группа должна разобраться, в чем проблема. Так вот. Фокус-группы сказали, что говорит он непонятно. Акцент у него какой-то. И его пара с Викой Руфу не убеждает. То есть они пара такая, что кровь в жилах стынет. Так убедительно они демонстрируют любовь. А вот тут, извините, надо бы разобраться. А может, это Руфу того, сильно привлекательная. Ну, как сказать. Она, в общем, типичная мать семейства, которая ночует во фланелевой ночной рубашке до пят. Эти глупости, вы поняли, что мы имеем в виду, не уважает и терпит только ради сохранения мира в семье. Так что это еще надо разобраться, кто там весь сенокок завалил. Еще одна страдалица у нас нарисовалась. Кейт Дель Кастильо попала под телевизовское вету. Запрещено упоминать ее имя и демонстрировать любые ее фото в программах телевизии. Из офисов телестудии тоже все программы и все постеры с ней вычистили. И вы спросите, конечно, а за что ж такая немилость? Чем она так не угодила, да? А вот за что. Договорилась Кейт с телевизой про две новелок. А потом возьми да передумай. Потому что Телемонда посулила ей астрономическую сумму за работу в хозяевах рая. И ладно бы, просто бы она сказала, что извините, но мне предложили более выгодные условия. Нет, нормальные герои всегда идут в обход. Кейт уверяла, что ни о чем и ни с кем она не договаривалась, ни про какие две новеллы слыхом не слыхивала и вообще. Ну вот, соответственно, нарвалась. Телевиза посылала ее в игнор. А уже потом, из чувства противоречия, Кейт появилась в программе вражеского телевидения по имени Ацтека. И все. Окончательно поставила крест на своем телевизовском будущем. А тут еще проблемы с личной жизнью. Куна Беккер заявил публично для прессы, что они с Кейт, жених и невеста и все такое. Опять приходится все отрицать. Тяжело. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем тоже попали в очень непростую во всех отношениях ситуацию. Они подписали открытое письмо к лидерам Евросоюза, осуждающей бомбежки и блокаду сектора Газа израильтянами и называющего эти действия геноцидом. А первопричиной всего названо само существование еврейского государства. Вот типа не было бы там Израиля. И проблем бы не было. Пусть само ликвидируется, как хотят, на благо всей арабской общественности и не смеют отвечать на ракетные обстрелы своих городов. Короче, Хамас по ним стреляет, они должны сидеть и все это дело терпеть. Ну что, почему нет? Но после этого письма началось нечто невообразимое. Во-первых, возмутились американские политики и журналисты. Но это было одно. Нехай клевещут, как говорится. Но случилось кое-что посерьезнее. Продюсер, работающий с Пенелопой, сказал, что ролей он ей в Америке больше не даст, так как взгляды у нее таковы, что работу пустищет в Сирии или Иране. Бедолага Пенни не ожидала такой реакции на такой пустячок, как подписание заявления и стала что-то блеить про то, что она в политике не бом-бом, что ошибочка вышла, что она просто замер во всем мире и т.д. и т.п. Ну, посмотрим, удастся ли разжалобить голливудских продюсеров, которые на 95% евреи и поддерживают Израиль не только парально, но и материально. И что-то нам подсказывает, что Пенелопа и Харьер пропустили возможность промолчать. Не понимаешь в политике? Сиди, молчи. А если таковы твои взгляды, имей смелость их защищать. И сиди в Испании без работы. Кстати, Пенелопа тут сделала попытку в режиссуру податься. Она снимает клипы, рекламные ролики. Ну и как режиссер она тоже провалилась. Снимала рекламный ролик Нижнего Белья и изменила сценарий так, что ролик вышел удивительно дешевым по смыслу. Короче говоря, конкурентам в пору ей, как режиссеру, деньги доплачивать за вредительство. И последняя история на сегодня душераздирающая, почти трагическая. Серхио Басанис, который завелся без жениха 25 лет, испытал сильнейшее разочарование в личной жизни. Утром ушел Серхио по делам, не сказав, когда точно вернется. А когда вернулся, то застал молодца в постели другим мужчиной. Вот так вот. Этого мужика Серхио выгнал за шею. Вот с молодым и ветреным Винсентом и тамайем непонятно, что будет. Он просит прощения, говорит, что бес попутал, что он вовсе даже не хотел. Ну, можно парня понять, Басанис его полностью содержал. А выгоднеть на улицу? И что? По гей-барам бегать в поисках клиентов? Конечно, нет. Ну, в общем, близкие к Серхио люди говорят, что, возможно, Басанис и простит Винсента, потому что он очень боится одиночества. И опять же, любовь – штука серьезная. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.